На первые городские соревнования наездницы вышли после продолжительного зимнего перерыва. Холода не помешали заниматься, как говорят родители юных всадниц. Регулярные тренировки и общение с животными полезны разносторонне. За зиму девочки ни разу не болели. Мамы заразились энтузиазмом своих детей и решили приобщиться к конному спорту. Это такой релакс для детей после учебной недели. Они здесь морально отдыхают, физически наслаждаются воздухом, общением с животным. Мы год сидели, мамы болели, и вот через год решили присоединиться к нашим детям. В общем-то, не жалеем, это так здорово. За годы своего существования конный спорт перешел из военных и элитных видов в массовый. Такие соревнования подготавливают начинающих спортсменов к достижениям более высокого уровня. Но селекционная база в регионе пока оставляет желать лучшего. Селекция лошадей на Дальнем Востоке сейчас пришла в такое плачевное состояние. Ввиду провальных 2000-х годов, до 2000-х, конца 90-х сюда завозились лошади. Были задумки хорошие, интерес. Но 2000-е годы провалили все. В последнее время ситуация улучшается. Лошадей вновь начинают завозить, соревнований становится больше. Конкур – дисциплина непростая. Нужно подготовить и себя, и лошадь, чтобы та за строго отведенное время прошла дистанцию без ошибок и не упрямилась. Просто быть спокойным и уверенным. Потому что лошадям волнение очень сильно передается. Это нормальное явление, к сожалению. Ну, опытом обрастаем. Когда дети немножко подучатся, будет, конечно, попроще. Впереди у всадников и лошадей почти полгода на подготовку к региональному чемпионату, который соберет лучших дальневосточников. Сезон только начинается. Павел Зайцев, Максим Евсеев, Панорама.